ПЕРУ НА ВОРАТЬ ПЕРУ НА ВОРАТЬ Бога-Громовержца, Перуна. Называется она так недаром, потому что здесь в этой программе более мифологические, более славянские тексты, связанные как с божественным пантеоном, с богами, так же и с такими добрыми сказочками, не всегда с счастливым концом. Группа существует с 2013 года. За это время через нее прошли больше 15 человек. Сейчас в основном коллективе 8. Мы существуем как одна семья. То есть изначально в коллективе такие теплые отношения, что мы поддерживаем друг друга, мы знаем о всех проблемах, о всех радостях друг друга, можем оказать помощь в трудную минуту и фактически ни дня не проводим в одиночку. То есть это постоянное общение, постоянная связь и это дает силы работать над самыми трудными моментами. На вопрос, почему он Гидель, Сергей Тульский отвечает. Название группы «Река света» – это то, что мы в первую очередь хотим донести до слушателей. Основное направление музыки – фолк. Народные инструменты такие, как флейта, скрипка, распевы, вот эти вот двухголосие, ну, вот как-то роднее оно. Ну, вот все, ну, не все, большая часть текстов основаны на былинах, легендах, как славянских, так и скандинавских, ирландских и так далее и тому подобное. А если они основываются на легендах, соответственно, они уже фольклорны. Юлия Покачалова – солистка группы. Пришла в Гидель три года назад из народного ансамбля. В ЛГУ училась на специальности эстрадный вокал. Считают, что группа – это возможность выразить себя, показать свое видение музыки и, конечно, творческая деятельность. То есть мы пошли дальше, пока второй альбом мы пишем, мы готовимся, получается, уже к третьему альбому. Одновременно показываем народу эту музыку. Не обязательно мы будем исполнить все эти песни на предыдущих летних гастролях, весенних, летних, осенних, то, что на будущий 2018 год. Но, ну, половина самых таких драйвовых, кощевых, которые народу понравятся, все равно чувствуется, какие, ну, пойдут, они будут исполняться наряду со старой программой, со старыми, уже, так сказать, хитами. У группы нет определенной целевой аудитории. Их слушают как дети, так и люди уже солидного возраста. В планах на будущее – презентация программы в соседних регионах. Мария Котлярова, Александр Коршков, «Губерний-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова